Затока. Солнечная. 8 сентября 2019 года. Море такое беспокойное. Смотрите, какое количество людей показываю на пляже. Людей уже не так много. Это бархатный сезон. Но, в принципе, зачем огромное количество людей? Приезжаешь отдыхать. Все тихо, спокойно. Погода плюс 25. Море тоже очень теплое. Утром, конечно, бывают большие волны, но сейчас очень хорошо. Сейчас уже опять вечер получается. Я делюсь своими впечатлениями об отдыхе в Затоке солнечной на улице Южанка. Теперь переставила на себя. Что я хочу сказать? Что, как бы, сезон бархатный. Очень тепло на улице. Не жарко, не обгораешь. А солнце такое даже в 12 в час дня. Оно просто греет. Но нет такого жаркого солнца. Возле моря ветер. Ну, не скажешь, ветер, да. Ветер есть. Не то, что там спокойная погода, но это, наверное, из-за то, что море рядом. Все-таки волны. Ну, так ветерок есть, конечно. Днем как-то сильнее, к вечеру потише. И волны тоже самое. Днем вообще сильные, конечно, волны были. Сейчас не очень. Людей, конечно, меньше стало, потому что уже детей, наверное, повезли уже в школах. Ну, люди есть. В принципе, я еду специально в это время для того, чтобы отдыхать без огромного количества людей. Нам не надо. Я за целый год в Киеве так от толпы людей устаю. Как раз для меня вот самое время для отдыха. Кто еще не успел отдохнуть, так что может приехать еще в солнечную. Погода хорошая. Море очень теплое. Море теплое. Даже, несмотря на большие волны, теплое море. Водорослей немного. Мало такое. Чуть-чуть что-то плавает. Медуз. Медуз практически нет. Там одна медуза за, я не знаю, сколько, уже целую неделю мы отдыхаем. Ну, может, одна или две медуза будет. Все. Больше ничего. То есть, получаем удовольствие. Загорать, плавать очень хорошо. И рядом самое главное, это вот столовая рядом. Цены здесь недорогие. Сейчас я вам скажу, значит, вареники, порция вареников. Там такая хорошая большая порция. 45 гривен. Ну, это вот то, что у нас под домом получается. Сырники сегодня я брала. Такие большие сырники. Четыре сырника. Идут они, ну, творожные именно сырники. Идут 35 гривен. Греческий салат, огромная такая тарелка. Но оно без мяса, овощное идёт. Сколько? 40 гривен. Огромная такая тарелка. Вареники тоже в горшочке. Ну, такой вот глетчик получается. И жидкость у вареники с картошкой. 45 гривен. Ну, тут есть столовая ещё чуть дешевле. Но это по пляжу надо пройти туда дальше. По пляжу. Там, конечно, где-то на 5 гривен будет дешевле. Но здесь более, как бы, люди приходят, тоже готовят перед ними. Им можно кушать пиццу. Здесь есть пиццерия. Рядом с этой столовой есть пиццерия. Это овощная пицца стоит 95 гривен. Маргарита 85 гривен. Кто ест мясную, там, с беконом, 125 гривен. 135 гривен. Ну, такая большая пицца тоже. Радиус где-то сантиметров 30-35 гривен. Диаметр. Он готовит всё очень качественно, всё вкусно. То есть порции, которые дают, ну, наедаешься. Действительно, наедаешься. И суп здесь есть, и овощной, и мясной. Супы, если мясные, получается, тарелка, ну, такая большая, глубокая тарелка 35. А если обычный, там, гороховый или больше, зелёный борщ без мяса, то он 30 гривен. Но тарелки вот такие большие не наливаются. Ну, спиртной я не смотрела, потому что спиртной ему вообще не потребляют. Вот, коктейли, там, лимонад можно из свежевыжатых соков сделать. Большой стакан, там, наверное, 250, ну, не 250, 300, 350, наверное, такой большой стакан. 30-35 гривен. Ну, в принципе, такие же касса, как в Киеве. Ну, сейчас уже, конечно, людей стало меньше. В проулочках здесь есть магазины. Работать, сказали, где-то часа до 15-го будет. Здесь было у нас три магазина. Два закрылась, один остался ещё. До 15-го или до 20-го сентября будут работать. Ну, там такое можно купить, кто... Пельмени, кто хочет купить, пожалуйста, там, вареники, хлеб, вода, соки, чипсы. Ну, спиртное, конечно, кто хочет, тоже спиртное, в принципе, есть. Арбузы, дыни, овощи, фрукты не в большом ассортименте, но, в принципе, есть. Там помидоры 20 гривен килограмм, огурцы тоже 20. Сейчас немножко арбузы подражали. Где-то неделю назад, когда мы объехали, были по 7 гривен. Сейчас они уже до 10-ти сделали. Ну, потому что они остались одни, поэтому сделали 10 гривен. А нам просто чуть дальше идти, там, магазин есть за 6, ну, это минут 10-15 идти. Соседи ходили на рынок, здесь есть Бессарабский рынок. Вчера он закрылся, он закрылся, Бессарабский рынок. Остались там маленькие какие-то магазинчики, кафешки тоже закрываются. Но сейчас не сезон. Ну, все равно, где покушать, можно, в принципе, найти. Вот, можно готовить самим. Вот мы нашли столовую, то есть в столовую спокойно можно покушать. Но я вам скажу, что при такой погоде очень неплохо отдыхать. И мы отдыхали, в том году отдыхали, сейчас скажу, в Лиманском. Микрон, туристическая база Микрон. Позапрошлом году мы в Бугазе отдыхали, в Медике. Ну, здесь вот первый раз, знаете, мне понравилось. Мне вот здесь как-то здесь и пляж нравится больше. Здесь, получается, вот стоит какая-то вела, где мы живем. Выходишь сразу в их ворот, и вот тебе пляж. Ну, пляж такой, ну, такой обширный. То есть на пляже можно оставить шезлонг, можно оставить матрас там надутый, стульчик, там, зонтик. Никто его не берет. Пошел себе покушал, отдохнул, если слишком жарко. Вышел опять на пляж, все это стоит, никто это не трогает. И пляж здесь нет вот этой гальки, пологий, песочек, немножко количество ракошек. То есть ты спокойно заходишь. И для того, чтобы... Детям я уже говорила, что здесь для детей очень хорошо. Здесь очень долго надо... Не то, что там долго, но метров сто, наверное, идти. Будет как то по колену, то по пояс, как-то так вот, перекатами. И чтобы там далеко проплыть, надо далековато все-таки пойти. Ну, для меня, например, нормально, мне не нужна глубина. Муж туда плавает далеко, ему нравится. Ну, в принципе, пляж мне здесь больше нравится. Сначала мужу не понравился, там он мост есть, который поднимается, когда проходит большой корабль, он поднимается, в серединку, а потом опускается. Ну, пробыв неделю, он сказал, что лучше сюда приезжать. На вот этой улице Нижанка. Здесь более, скажем так, чисто, что ли. Особнячки здесь вот такие маленькие, ну, частные дома, виллы. Ну, они виллы не называют их. А что первая линия, что вторая, там дальше линия. Здесь все друг за другом такие, ну, приличные довольно-таки. Двух-трехэтажные идут вот эти вот дома для сдачи. И вот все чисто. Между домами Асланзе сделаны, нет колдобин. Мне, например, понравилось колдобин больше. Все-таки Лиманская не дотягивает. Вот. В Лиманской, конечно, нам нужно делать дороги, потому что мы это не делаем. Там от Микрона пока идешь, там эти дороги такая колдобин, и машина проехала, пыль на тебя все это летит. Ну, как-то там. В Лиманском это единственное, что нам нравилось, это общепит, так называется, камбус в Лиманском. Ну, вот эта столовая, которая у нас под домом подвела, получается, тоже не хуже, чем этого камбуса. Так что, кто хочет приехать еще, попробовать остаток лета, окунуться в теплое море, вы можете приезжать, в принципе, здесь не надо даже баронировать, можно приехать, просто выйти с станцией солнечной, пройти на Южанку. И на Южанке здесь много номеров, которые можно выбрать и по цене, кому сколько, ну, кому как устраивает. Цена разная. Я уже говорила, что мы снимаем трехместный номер, снимаем вдвоем. Здесь кровать, диван и 250 гривен из человека. То есть, получается, 500 гривен мы отдаем за этот номер, удобство все в номере. Есть общие кухни на первом этаже. Тут же под, получается, во дворе мангалы можно бесплатно пользоваться, только вниз сами покупать должны. Потом есть кофе, мороженое. Здесь прям, ну, во дворе можно купить. Сдают бесплатно эти... Господи, лежаки, лежаки дают, лежат дают. Единственное, что, если нужен матрасик, его надо покупать, наденец 50 гривен, не 50, 25 гривен на день. Ну, в принципе, лежат можно и без матрасика. Они как бы сдают в аренду, но те, которые на вилле живут, они отдают без это самое. Ну, бесплатно. Горячая вода здесь есть, круглосуточно. Немножко, правда, соленоватый чуть-чуть. Ну, наверное, из-за того, что море рядом, хоть у них и своя скважина во дворе, но немножко соленоватый. Есть чуть-чуть такая... Видно, до конца пресной воды здесь, ну, прям сразу пляж. Поэтому, как у нас получается. Телевидение есть, Wi-Fi хороший, интернет есть всегда. Если в микроне он брал только у нас на улице, то здесь прямо в помещении. И мы идем на пляже, на пляже тоже сигнал хороший. В столовой вот рядом идем, там тоже сигнал хороший от нашей виллы. Ну, то есть впечатление у меня очень хорошее. То есть мужу тоже уже понравилось. Можно приезжать сюда заранее. И я очень переживала то, что я сделала предоплату за один день. Заказала где-то я сколько? Недели за три, наверное, заказала. Прозвонила. С трудом это, конечно, искала. Так проблематично это было. Наткнулся на эту виллу. Они попросили сделать предоплату 50 гривен. Я сделала. Ну, думаю, ну, ладно. Пусть предоплата. Мне понравится, так и делала себе. Приехали, все нас встретили. Хозяева доброжелательные. Посмотрели сразу номер. Ну, и сразу заплатили за две недели. Мы сюда приехали на две недели. То есть никаких проблем. Как бы нет. Убирают номера. Попросишь, могут через день там номер убрать. Ну, нам через четыре дня сами подошли, попросили. Не мы, а к нам подошли. Может, нам постель поменять, номер убрать. Я говорю, да, хорошо. Пока мы ходили в столовую, мы все убрали, все поменяли. И полотенцем, и постель все чисто дали. То есть я довольна и хозяинами, и уборкой. И на кухне всегда чисто. Здесь есть женщина, которая постоянно убирает. У нас Белогород-Дестровского. Ну, хозяйка и пусто еще есть. Как она? Ну, не наедная, наверное, убирает. Ну, то есть очень доброжелательные люди. Все тихо, спокойно. Никакого там лама. Таких каких-то гуляний здесь нет. То есть люди спокойно что-то вечером жарят на мангалах. Есть беседки. Кушают, отдыхают, все спокойно. Еще тут стенки. Вот стенки, они такие сделаны, видно, из этого, ну, такие капитальные. Как они брикеты, как ракуршняк, что ли, называют. Только звукоизоляция очень хорошая. Внутри еще отделана, каждая стена деревом отделана. То есть соседи там вообще ничего не слышно. Ну, вчера муж смотрел футбол, так громко включил, но соседи ничего не слышали. То есть звукоизоляция хорошая. Не сверху, не снизу, не слышно, не сбоку, не слышно соседей. То есть в микроне там чихнешь, и соседей всех слышно. То есть легкие конструкции. То есть такое капитальное, капитальное строение хорошее. Нам понравилось, конечно. Ну, в сезон этот номер, нам сказали, что он тут стоит тысяча гривен. Ну, в принципе, на троих, вы знаете, недорого. Тысяча гривен сезон. Почему бы и нет? Вот. Так что я сделала вам комментарий по поводу отдыха. Две недели, я не знаю. Первый раз привыкла на две недели. Видно, привыкла настолько бесконечно работаю, что уже прошло семь дней, и я уже устала отдыхать. Отдыхать тоже, наверное, надо уметь приучиться. То есть бесконечная работа, 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 этот отдых еще никак не может переключиться. Ой, до свидания, зрители. Кому интересно, заходите на мой канал. У меня канал не только предсказательный, но и я показываю часть своей жизни. То есть какие вопросы есть у зрителей, пишите в комментариях. Я постараюсь на них ответить. До свидания.